Сегодня мне хотелось бы рассказать о очень удивительном и интересном человеке. Родился он в 1929 году, прожил интересную, наполненную различными событиями свою жизнь, прожив 83 года, последние годы он служил в нашем храме, зовут его отец Александр Клементьев. Мне очень дорог этот человек, и не только как священник, как мудрый пастырь, которого полюбили наши прихожане, и многие, кто только увидел его фотографию, вспомнили этого батюшку, который произносил прекрасные проповеди, наставлял на все доброе и всякий раз говорил, спешите делать добро. И сам, сколько я помню этого священника, этого человека, всегда о людях говорил только хорошее. И никогда ни на кого, ни одного плохого слова на моей памяти я не вспомню, он не говорил. Но сегодня мне хотелось бы коснуться не только памяти об этом человеке, который родился в декабре месяц, и это месяц его рождения в этот мир, но все-таки о его дочери, которую он воспитал. Среди пятерых детей, а у них было пятеро детей, были мальчики и одна девочка, которая потом выросла, и на своем жизненном пути я встретил его дочь по имени Мария, которая стала потом моей супругой, моей любезной матушкой. И вот совсем недавно она решила собрать все труды, письма, воспоминания, проповеди, стихи батюшки. Оказывается, он писал много стихов. И получилась целая книга. Матушка собрала все труды своего папы, моего тестя, отца Александра Клементьева, и назвала эту книжку «Время крестное». Оно действительно соответствует названию. Время крестное – это время не только, когда жил батюшка. Он вспоминает о том времени, начиная от исторических событий еще библейского периода, о чем пишет здесь драма. Потом здесь размещается еще драма об Александре Невском, которое также было сопряжено с крестным временем, потому что для христианина это время, наверное, идет нескончаемо. И каждый из нас несет по своей жизни этот жизненный крест. И крестное время продолжается. И мне хотелось бы сегодня из этой книги буквально зачитать всего несколько строк из библейского сюжета, стихотворения, которое батюшка так и назвал «Бог». Дух истины и благодатной силы, безмерная любовь и красота, таинственный, в трех лицах ты единый, источник святости, блаженства и добра. И чем дальше мы удаляемся, проживая свою коротенькую жизнь, от того периода, когда жили наши родные, близкие и дорогие нашему сердцу люди, тем дороже становятся нам их письменные и памятные наставления. Вот пусть для всех нас станет в завершении наставлением отца Александра Клементьева его слова, которые он сказал в одной из своих проповедей на Новый год. Я прочитаю эти слова батюшки, которые пусть будут для всех нас его благословением. При любых условиях жизни будем помнить о своем назначении на земле. Оно состоит в стремлении человека к святости, без которой Божество не откроется нашему сердцу. Первое января, как и всякое другое число месяца, это лишь условное обозначение быстро текущего времени, данного нам для спасения души. Мы знаем, что счастье не может быть там, где нет Бога. Оно находится не в слове, не в грудах материальных благ, не в сладострастном упоении плотской любовью, а в общении с Господом, которое осуществляется через умную сердечную молитву, воздержание и церковные таинства. Встретим же Новый год не пустыми развлечениями, а покаянной слезной мольбой о помиловании, пометуя о том, что наше счастье – это быть всегда с Господом. Я советую вам почитать эти мудрые советы и пастырские наставления батюшки Александра, которого нет уже рядом с нами, но его благословение и его слово, которое опиралось на слово Священного Евангелия и прежде всего воплощенного в его жизни, живет и поныне с нами. Вечная память батюшке Александру Клементьеву и многое лето всем вам живым!